Всем привет, с вами Хьюк. Я продолжаю проходить Объезженный Пак 2. Продолжаем готовиться к волне мутантов. В прошлой серии мы заручились поддержкой Долга и Свободы, а также поговорили со Сырягой и Петренко. Ну а сейчас я пришел к Захару заручаться поддержкой охотников. На Затоне намечается большая охота под названием Волна Мутантов. Охотники не хотят в этом поучаствовать? У нас тут своя охота запланирована, правда очень опасная. В Красном Лесу появились норки, зараженные, похоже, каким-то вирусом. Несколько местных охотников, раненых этими снорками, умерло через пару дней. Многие теперь сторонятся леса, стараются обходить его. Надо бы уничтожить этих тварей, пока вирус не стал распространяться другими мутантами. Представляешь, к чему это приведет? Я не хочу рисковать жизнями своих людей, но другого выхода нет. Десяток снорков перестрелять тоже мне охота. Если я перебью их, твои ребята примут участие в настоящей охоте. Ты еще не знаешь самого главного. В западнее леса обосновалась огромная толпа монстров, которая увеличивается в каждый день. Мутанты со всей округи сбегаются в то место. Что их туда привлекает, не понимаю. Мы боимся, что наша стрельба сбугнет их, и вся стая хлынет на нас и пойдет дальше, на стоянке сталкеров. И как же вы планировали убить зараженных? С помощью арбалетов. Глубокой ночью, когда многие мутанты спят. Я собрал сотню болтов, но этого будет мало. Если ты согласишься убить переносчиков вируса, то купи у бармена еще 50 штук. Видел большую поляну с аномалией в Красном лесу? Севернее нее есть чаще, посреди которой стоит старый танк. Займи там позицию около 2-3 часов ночи. В это время снорки выходят из своих пещер. Старайся целиться им в голову, это самое уязвимое место. К тому же нужно раздобыть образцы ткани снорков, чтобы ученые смогли изучить там вируса. Хотя бы пару ног. Арбалет потом вернем мне, он у меня единственный. И рюкзак мне тоже понадобится для хранения образцов. Пусть охотники готовятся к волне, я очищу лес за них. Так, получаем задание трудная мишень, арбалет, арбалетный болт. Так, он дает арбалет, 100 арбалетных болтов, сказал еще закупить 50 у бармена на всякий случай. Но я, наверное, закуплю побольше. Что-то как-то... Если 150 арбалетных болтов, то сколько там снорков будет? Так, ладно. Все это очень-очень интересно. Сейчас я пойду закуплю еще немного арбалетных болтов. И отправляюсь в красный лес. Сейчас час 58. Я пришел вот сюда вот, в красный лес. К этому месту охоты на снорков, к этому вот танку. А вот через минуту будет 2 часа ночи. Закупился у бармена арбалетными болтами. Еще немного у меня было в нычке. Ну и вот, 2 часа ночи. Засчиталось у нас задание добраться до красного леса. Теперь нужно убить зараженных снорков из арбалета. Так, ну пока что здесь никого. Не появилось. Думаю, тут немного нужно походить. И скоро эти снорки заспавнятся. Стрелять в них нужно будет только из арбалета. Потому что, если мы будем стрелять из какого-либо другого оружия, то, как я понял, проснутся другие мутанты, про которых нам рассказывал Захар. И задание тогда провалится. Так, заберем этот тайничок. И продолжаем ждать появления снорков. Что-то они не хотят никак появляться. Уже 4 минуты прошло. Вот я возле этого танка нахожусь. Но они что-то никак не появляются. Вот и появились. Немножко я подождал, и они заспавнились. На Биарадаре они уже видны. Так, вот вижу, сидит один красавчик. Так. Убиваем его. Есть у тебя лапа? Нет. Нам нужно найти... Срезать с этих снорков две лапы. Нас просил это сделать Захар. Для Сахарова. Для изучения этого непонятного вируса. Так. Еще одного. Нужно стрелять прямо в голову, и тогда мы можем их убить с одного выстрела. Так, промазал. Ничего. Так, 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 так. Как-то тут... Не знаю, каким тут нужно... Какого принципа придерживаться, чтобы так попадать им точно в голову. Ну, вот я смотрю, если бегать туда-сюда, они будут, соответственно, бежать за нами. Вот когда они ползут, очень легко попасть им прямо в голову. Так что, наверное, так и будем делать. Так, ой-ой-ой. Спокойно. Так, осталось три. Два. Так, немножко пробежимся сюда. Два. Блин, не попал. Куда-то не туда улетела стрела. Так. Ах ты, блин. Что ж такое-то? Тут главное спокойно прицелиться и стрелять. Так, вот теперь попал. И последнее. Ну, это еще не конец. Задание не засчиталось. Нужно нам теперь ждать появления следующей волны. Здесь будет пару таких группок спавнится. Даже не пару, наверное, три-четыре. Вот сейчас тут немного подрезаем эти стопы. Но я смотрю, они ничем не отличаются от стоп обычных снорков. ничего здесь нету. Не написано, что какая-нибудь стопа там зараженная непонятным вирусом. Просто стопа-снорка. Так, вот я тут еще немного подождал и появилась еще партия этих снорков. Со всех сторон окружают. Так-с. Тут ползут гаденыши. Ой-ой-ой. Уже кусаются. Да, квестик, конечно, такой немного скучноватый, но ничего не поделаешь. Так, хорошо, уже троих нету. Так, сейчас перебежим вот сюда вот. Так-так-так-так-так-так. Нет-нет-нет. Так не получится, надо немножко подальше отбежать, а вот отсюда уже можно их снять. Так, сняли. Четыре снорка осталось, хорошо. Но это, судя по всему, не последняя волна. Так. Вот они ползут, 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 ползут. Нет, не очень хорошо ползут, так я по ним не попаду. Надо, чтобы они развернулись. Вот так попаду. Ага, все равно не попал. Ладно. Перебегаем сюда. Так-так, попал. Хорошо. Бежим, бежим, бежим. Нет, не попал, слишком быстро выстрелил, толком не успел прицелиться и промазал. Так, осталось два. Хорошо. и последний. Так, разворачиваемся. Ну-ка, товарищ, беги на меня. Все. С этой волной тоже уже покончено. Но задание пока что не засчиталось. Ждем появления следующей волны. Что-то как-то уже очень долго я ждал. Уже начал даже волноваться. Ну вот, наконец-то появилась следующая партия. Не знаю, сколько тут прошло. 10-15 минут игрового времени. Как-то я уже серьезно начал беспокоиться. Почему они не спавнятся? Задание висит, никого нету. Ну вот, все же заспавнились. Хорошо. Продолжаем с ними разбираться. Так, отбежим сюда. Красота. Так. В общем, в этом квесте нужно бегать взад-вперед и в тот момент, когда снорки бегут на нас, стрелять, расшибать их черепа с помощью этих стрел. Так, ну вот, стрел я набрал дофигищу. У меня там было 180 вроде с чем-то или 170, не помню точно. Вот уже третья волна, у меня 162 стрелы еще. Не знаю, либо я очень точно попадаю, либо нам придется еще очень долго с ними стреляться, потому что их еще будет очень-очень много. Почему нам сказал Захар нам дал Захар 100 стрел и еще сказал 50 купить у бармена? 150 стрел. То есть сколько здесь должно быть снорков? Ну ладно, будем надеяться, что я просто метко стреляю и скоро задание засчитается. Так, два снорка осталось. Хорошо. Два снорка. Один. Такс. Нет, задание не засчиталось. Ладно, ждем появления следующих товарищей следующей группки. Этот раз я ждал, наверное, еще больше, чем прошлый, но вот наконец-то появилось еще два снорка. Что-то как-то странно. Только два, я думал будет больше. Так, не попал. А нет, вот, третий еще где-то со стороны подошел. Так, ну ладно. Убиваем этого, но я надеюсь этот уже последний. Так, где-то он там ползает. Вот он. Опять промазал. Так, спокойно. Сейчас надо немножко подальше отбежать. Блин, слишком близко. Вот отсюда будет нормально. Давай, беги на меня. Ну куда ты, ну блин. Я вот так по тебе не попаду. Беги на меня. Отлично, это был последний. Фух, ну и теперь можем возвращаться обратно в бар, разговаривать с Захаром. Возвращаю твой арбалет. Ноги снорков я поместил в отдельный рюкзак. Положу сюда. Блестяще. Таких мастеров-охотников можно по пальцам пересчитать. Мне сообщили, что в лесу все спокойно, мутанты не встревожены. Когда охотники смогут выдвинуться? Времени остается мало. Через трое суток. Сейчас они приводят оружие в порядок и собирают различные припасы в дорогу. В лесничестве их будут ждать долговцы и коршун со своим отрядом. Пожелаем удачи. Так, хорошо, возвращается поддержка охотников. галочка стоит. Так, но теперь, наверное, пойдем поговорим с барменом. Раз мы уже в баре, то пойдем поговорим с барменом. Посмотрим, что он может нам предложить. Какую помощь. День добрый. Какой он, к черту, добрый? В баре хрен знает, что творится. Сталкеров убивают на каждом шагу. Два дня назад зарезали костоправо, несколько часов назад какие-то отморозки расстреляли долговцев на северном блокпосту. Лучше оставь свои любезности при себе. Ты явно сегодня не в духе, а кто такой костоправ? Ты что, о нем не слышал? Это уважаемый всеми сталкер, добрая молва ходит о нем по зоне. Он спас жизнь многим здешним убитателям. Любые ранения, переломы, укусы мутантов. Всем он старался помочь и взамен никогда ничего не просил. За это его даже бандиты не трогали. Таких людей не часто сюда забрасывают. И кому же нужна была смерть этого миссионера? Сам бы хотел это знать. Я объявил награду за голову подонка, который совершил убийство. Меченый, ты ведь в хороших отношениях со многими местными сталкерами. Расспроси всех в округе, может кто-нибудь видел убийцу или что-либо странное на территории бара в день убийства. Затем разыщи эту сволочь, расправься с ним. Расследовать убийство мне еще не приходилось. Думаю, стоит попробовать. Хм. Получили задание расследования убийства, расспросить сталкеров в баре. Но, смотрю, появился еще один диалог у бармена. А ты не боишься оказаться в числе подозреваемых? Мне сейчас не до шуток. Бар самое безопасное место в зоне. А убийство Кастоправа, можно сказать, на глазах у всех и нападение блокпост долго сильно подорвут нашу репутацию. Необходимо во что бы то ни стало отыскать ублюдка и ликвидировать. Пусть все знают, что такие дела у нас не проходят безнаказанно. В ответ последуют жесткие меры. Воронин уже отправил отряд в догонку за сталкерами, расстрелявших блокпост. Расскажи мне про погибшего. Что привело его в зону? Кастоправ не был сильно общительным. Известно, что он работал хирургом в одной из киевских больниц и то, что в его семье произошла какая-то страшная трагедия. После нее он решил все бросить и податься сюда. Сам док говорил, что в лечении здешних людей видит свое искупление. В общем, если ты думаешь, что его навестили старые кредиторы, то это маловероятно. Причина убийства кроется в чем-то другом. Почему я его здесь ни разу не видел? Ему не по душе было сидеть на одном месте. Он постоянно перемещался от одной стоянки сталкеров к другой и долго там не задерживался. В баре Кастоправ бывал примерно два-три раза в год. Четыре дня назад он в очередной раз объявился здесь. Все было спокойно, никаких драк или конфликтов замечено не было. Ума не приложу, кому док мог перейти дорогу. Ты упомянул ранее, что убийство якобы было совершено у всех на глазах. Где именно это произошло? Да прямо здесь, за твоей спиной. Беднягу ударили ножом в грудь несколько раз и не принимая все сказанное буквально. Само убийство никто не видел, потому как в момент его совершения кто-то вырубил генератор, необходимый для освещения бара. Арены прилегающих ангаров. Света не было около двух минут. Здесь сразу же поднялся шум, кто-то начал орать, верните свет. Где-то стали биться бутылки, начал лазить движуха. Короче, среди этой суматохи убийца прокрался кастоправу и зарезал его. Естественно, ничего никто не видел и не слышал. Я крикнул Гарику, чтобы он проверил генератор. Через две минуты после отключения в баре снова зажглись лампы. Тут-то мы и обнаружили тело Дока в луже крови. Кто был в баре в тот момент? Я хочу их всех расспросить. Да все, кто здесь находится. Начни с Гаррика. Он знает всех посетителей, кто входит и выходил, кто входил и выходил, кто чем занимался. Но советую поговорить и со сталкерами за пределами моего заведения. Возможно, кто-нибудь видел проходивших рядом с баром до или после отключения генератора. И не тяни с поисками убийцы. Каждый день уменьшает наши шансы найти его. Я немедленно займусь допросом. Ничего себе. Так, ну давайте поговорим с Гариком. Так, можно задать тебе несколько вопросов по поводу убийства Кастоправа? Можно, только давай быстрее. В день убийства в баре было спокойно? Да, очень тихо. Из-за шедшего весь день дождя здесь было большое количество посетителей, но никаких разборок или руганий. Ближе к вечеру началась гроза и пошел сильный ливень. В это же время явился Кастоправ. Чем погибший занимался до своей гибели? Как и все здесь, отдыхал. Он читал одну из своих книг по медицине, которые постоянно отыскал с собой. Бармен поручил мне, чтобы док ни в чем не нуждался, но в тот вечер он ничего не заказывал. Он с кем-нибудь разговаривал? Вроде нет, хотя постой. К нему подходил Женька Шутник, наш местный артист. От его анекдота весь бар всегда на полу валяется. Долго они не разговаривали, всего лишь минуту, затем Женек ушел. А какое настроение было у Дока? Если честно, то он немного нервничал. Обычно Док всегда спокоен и сдержан. Тогда же он выглядел обеспокоенным, часто перелистывал страницы книги, будто не читал ее вовсе, а думал о чем-то своем. Он вел себя так до разговора с Шутником или после? Костоправ, весь ветер был таким. Встретя Жени никак на него не повлияло. После Док снова утнулся в свою книгу. Давай перенесемся к моменту, когда погас свет. Ты ведь стоишь у входа, почувствовал ли ты в тот момент, что в бар кто-то зашел? Когда вырубили электричество, такая шумиха поднялась, что невозможно было понять, что происходит. Я крикнул, чтобы все успокоились, но меня, по всей видимости, никто не услышал. Примерно через полминуты бармен приказал мне проверить генератор. Я вышел из бара и направился к трансформаторной будке. Фонаря у меня с собой не было, поэтому я почти целую минуту добирался до нее. Не забывай, что шел ливень и кругом была полнейшая тьма. В будке должен был лежать мой ПНВ, и я всегда оставлял его там на такой случай, но ее внутри не оказалось. Благо генератор был просто отключен. Я на ощупь нашел рубильник и повернул его. После этого вернулся в бар, где уже все окружили тело Костоправа. Остальное ты знаешь. По дороге до будки и обратно ничего странного не заметил? Да, есть одна деталь. Странно было то, что сталкера, который должен стоять на посту между будкой и баром, не было на месте. Дойдя до этого места, я уже было хотел спросить его, что случилось, но там никого не оказалось. Второй день его ищем. С территории бара он точно не выходил, просто исчез. Сталкер, который должен стоять на посту между будкой и баром. Ладно, спасибо. Твой рассказ немного проясняет картину событий. Интересная ситуация. Так, ну давайте поговорим еще с кем-нибудь. Охотник, я хочу поговорить с тобой о том, что произошло здесь несколько дней назад. Ты имеешь в виду то убийство? Даже вспоминать это не хочу. Налей-ка мне лучше выпить. А вот тебе бутылочка водки. Постарайся все-таки вспомнить какие-нибудь детали. Хорошо. Тот день был дождливым и очень холодным. Дождь лил как из ведра. К вечеру он только усилился. Народу в баре скопилось прилично. В девятом часу пришел док, сел за столик напротив и настал одну из своих книг. В смысле напротив? Где тут столики напротив? Читал ли он весь вечер или нет, сказать не могу, так как я стоял к нему спиной. Может быть, Костоправ разговаривал с кем-либо? Краем уха я слышал, как наш любитель анекдотов Женя Шутник втирал доку про свою рану и просил ее осмотреть. Подробности из их беседы не знаю. Больше ни с кем док не говорил. Генератор отключили, в баре стало темно. Никаких необычных звуков не слышал? Тогда тогда вообще нельзя было ничего расслышать. Грохот, крики, осколки бутылок под ногами. Когда включили свет, десяток человек стояло возле выхода, а потом закричал «Долговец!» Я увидел Дока на полу, подбежал к нему и начал искать пульс. К сожалению, Костоправ был уже мертв. Я насчитал шесть ножевых отметин. Три в области сердца оказались смертельными. Прости, но я не хочу больше об этом говорить. Понимаю. Тогда я пойду. Блин, капец. Аж мурашки по коже. Ты ведь был здесь в момент убийства Дока? За каким столиком он сидел? Док весь вечер был рядом со мной. Просматривал одну из своих книг, что-то связанное с суставами. К нему кто-нибудь подходил? Да, шутник, беседовал с ним о своей ране. Женю недавно покусал слепой пес, наверное, тому его анекдот не понравился. Он просил Дока посмотреть свою ногу, рана была несерьезной, лишь пара царапин. Общались они недолго, Костоправ сказал, что заглянет к шутнику утром. После этого Женек удалился из бара. Ты разговаривал с Доком? Он не казался расстроенным или взволнованным? Из него слова не вытянешь, какие там разговоры. Мне показалось, что он был немного на взводе. Это чувствовалось по диалогу с шутником. Костоправ отвечал быстро и коротко, будто хотел поскорее избавиться от больного. Видать, интересовало по тому, как страницу он часто перелистывал. Когда поток свет, Док остался на месте? Такие отключения бывали и раньше, когда ломался генератор. Последнее было две недели тому назад, поэтому отсутствие света меня ничуть не удивило. А Костоправ это похоже смутило, он немного отошел в сторону, я это почувствовал. Затем начали падать бутылки со столиков, несколько человек стало что-то кричать в адрес бармена. В общем, среди этого шума и гамма не было возможно понять, что творится дальше двух метров от себя. Позже мы узнали, что эти минуты в темноте стали для Дока последними. Когда снова подали электричество, я не сразу понял, что одной ногой стою в какой-то луже. Опустив голову, видел Дока, лежащим на животе в собственной крови. Тогда я крикнул «Кровь! Костоправ мертв!» В баре моментально воцарилась тишина. Прибежал Гарик, бармен, приказал ему никого не выпускать, не обыскав и не осмотрев одежду на наличие крови. Дураку было понятно, что свои этого сделать не могли, убитого похоронили за баром недалеко от Южного Блокпоста Долга. Но все-таки кто-то совершил убийство, и я постараюсь его найти. Можешь что-нибудь поведать мне о смерти Костоправа? Ничего интересного. Я весь вечер дремал, пока не погас свет и в варе не стали орать. Когда открыл глаза, в помещении было темно и очень шумно. Где-то рядом разберелись бутылка, а под ногами кто-то ползал. Это продолжалось не более двух-трех минут, затем зажегся свет и крики прекратились. Через пару секунд услышал, что Док мертв. извини, но это все, что я знаю. Не густо, бывай. Так, что нам Лысый скажет? Бармен поручил мне расследовать убийство Косоправа. Было ли что-нибудь необычное в тот роковой для Дока вечер? Необычное? Нет, такого не припомню. Еще один скучный вечер, где вокруг одни и те же знакомые лица. Правда, из-за ливня народу в баре было побольше обычного. Ты видел погибшего до наступления темноты? Видел, как он зашел в помещение и направился к одному из столиков, которые отсюда не видать. Поэтому, чем Док оставшийся ему время занимался, не знаю. Спросил у Шигарика. Он видит всех и каждого. Ясно. После того, как кто-то отрубил генератор, что здесь происходило? А что может происходить, когда человек оказывается в темном помещении? Начинается движение в сторону выхода. Только вот пьяному не придет в голову мысль, что снаружи творится то же самое. Я остался на своем месте, пока другие, еле передвигаясь, старались найти выход. Лишь по чистой случайности я задел бутылку, и она разбилась об пол. Какой-то мудак даже умудрился порезать с осколками, пытаясь встать с четверенек. Гарик заново запустил генератор. Что ты увидел, когда свет заполнил бар? Возле выхода затолпилась куча пьяных придурков, которые тут же стали поворачивать обратно. Уже после этого Бром закричал. Кровь! Косопров мертв! В этот момент все затихли и уставились на Дока, в том числе и я. Один из охотников пытался нащупать пульс, но было ясно, что Док мертв. Любопытно, я должен поговорить с остальными. Так. Ник. Басурман ничего нам не говорит. Осведомитель. Уделишь мне пару минут? Я слышал, о чем вы говорили с Барвеном. Все, что здесь происходило, ты сможешь узнать от других постояльцев. Ничего нового я рассказать не смогу. Дам лишь один совет. Попробуй выяснить, с кем Косопров общался. За что, по-твоему, убили уважаемого здесь сталкера? За что угодно. Например, спас жизнь тому, кто должен был умереть, или убийца перепутал свою жертву, и погибнуть должен был кто-то другой. Список причин можешь продолжать сам. Продолжить сам. Если у тебя все, то я предпочел бы завершить наш разговор. Последний вопрос. Где Док ночевал? Под открытым небом, недалеко от арены. Справа от нее есть ангар и костер, возле которого Док и спал. И осматривал раненых. Правда, спит он редко, наверное, бессонница. Так, под открытым небом, недалеко от арены. Я знал, что ты мне поможешь до встречи. Так, ну все, в баре. Больше диалогов ни у кого нету, хотя, возможно, с доцентом и с долговязом поговорить. Но они как бы немножко находятся. В другой комнатке. Бармен нам сказал поговорить не только со сталкерами в баре, а также за его пределами. Давайте сейчас сбегаем к Захару. Это все-таки такой важный персонаж. Думаю, у него будет диалог. Да, про смерть Костоправа, я думаю, ты знаешь. Ничего странного в тот день не заметил. В день убийства ничего такого не было. А вот за день до него кое-что произошло. Поздно ночью, когда многие спали, я слышал шум в душевой. Кому и что там могло понадобиться в это время? Разумеется, я решил это выяснить, но выйдя из комнаты, шум прекратился. Поблизости никого не было. В душевой все было на месте, никаких следов. Я тогда подумал, что мне все послышалось. Хорошо, что ты мне это рассказал. Интересно, а может это закладывали взрывчатку вот сюда вот? Не знаю. Нашел диалог насчет убийства Костоправа у Арни. Я пытаюсь выйти на след убийцы Костоправа. Возможно, ты видел то, что может мне помочь в этом. Боюсь, ты обратился не по адресу. До того момента, когда отключили генератор, я был на арене, следил за боем между двумя пойманными бандитами. Это был последний бой на тот вечер, но его пришлось застрочно завершить из-за отсутствия света. А ты не выходил на улицу? Никого не видел рядом с баром? Конечно, выходил. Вся арена и несколько ангаров погрузилась во тьму. Я пошел выяснить, в чем дело. По пути к бару я слышал шаги недалеко от себя. Кто-то шел мне навстречу, но из-за кромичной темноты и шедшего дождя мне не удалось разглядеть проходившего. Я спросил его, что произошло, но ответа не последовало. Через пару минут фонари на улице снова зажглись, и я решил вернуться обратно. Наверное, ты и видел сообщника убийцы. Плохо, что не разглядел его. Ну вот, осведомитель нам сказал, что док ночевал справа от арены, в ангаре, возле костра. Ну вот, как я понял, вот арена, и с правой стороны это вот в этом вот ангаре. Ну и здесь есть диалог у одного сталкера насчет костоправа. Только вот он сейчас играет на гармошке. Ну вот, он наконец-то доиграл, и можем с ним поговорить. Я ищу убийцу костоправа. В тот вечер около 10 часов никого не видел, идущего со стороны бара. Ну, в общем, я кое-что видел. Правда, не знаю, важно это или нет. Что? Что именно ты видел? Мы с ребятами сидели здесь, под ангаром, укрывшись от дождя. Это был Крюк. На нем были очки ночного видения, он часто глядывался назад. Мне показалось это странным, потому и запомнилось. Куда Крюк побежал, не знаю, он скрылся за углом сторожки. А кто он такой? Можешь рассказать о нем что-нибудь? Да, вроде обычный сталкер, ничем не выделялся. Недели три в баре. В рейды за это время не выходил. Не думаю, что он мог убить костоправа. Почему ты так считаешь? Мне рассказывали, что Крюк однажды спас Дока от Химеры. Было это примерно полгода назад, в Темной долине. С тех пор Крюк единственный, с кем костоправ общался. Зачем ему убивать Дока? Он сейчас здесь? Где я могу его найти? После того вечера я его больше не видел. Попробую поговорить с Долговязым. Помню, Крюк отдавал тому несколько пушек на апгрейд для какого-то торговца по прозвищу Хребет. Может быть, этот торговец знает, как выйти на Крюка. Вот это зацепка. Ты мне очень помог, спасибо. Так, замечательно. Завершилось задание расспросить сталкеров в баре. Следующее, найти убийцу костоправа. Так, ну хорошо, бежим тогда к Долговязому. Некий Крюк заказывал у тебя апгрейд стволов для торговца Хребта. Как с ним и связаться? Было дело, свой логин заказчик не оставлял, о сроках мы договорились заранее. Где-то недели две назад Крюк забрал оружие. Да, точно, тогда еще генератор сломался. Ко мне больше не обращался. Зачем он тебе нужен? Хочу поговорить. А торговца ты знаешь? Да, он частенько делает заказы на ремонт и апгрейд, хотя лично никогда его не видел. Могу скинуть ему смс с вопросом об этом сталкере отсылать. Погоди, мне нужно кое-что выяснить. Давай напиши, это срочно. Что выбирать? Ну ладно, давай напиши, это срочно. Тогда погуляй немного. Если что еще понадобится, заходи. Так, ну ждем тогда. Сообщение, как я понял. Так, вот немного подождал, прислал сообщение хребет. Меченый, твои дела с Крюком меня не волнуют, но информация о нем будет стоить тебе одной услуги. Ну хорошо. Так, я почему-то в этом не сомневался. Кое-кому нужны фото секретной гауссовой установки, что находится в бункере на Затоне. Для объемного изображения снимки должны быть сделаны с четырех ракурсов. Фото дашь долговязому. Он сообщит мне о выполнении. Фотик, я думаю, ты сможешь раздобыть. Поторопись, Крюк не будет тебя долго ждать. Так, ну фотик у нас есть. Хорошо. Так, ну что, ждать появления задания типа фотоустановки. Да, вот появилась гаусс установка. Сделать снимки гаусс установки. Хорошо. Ну тогда сейчас отправляемся на Затон. Фотик при мне. Сколько здесь этих снимков хватит? 92, думаю, хватит. Ну отправляемся на Затон. Я сейчас прибежал вот сюда, вот в район Железного Леса, чтобы спускаться туда вот вниз, в эту лабораторию, где находится эта гаусс установка. И смотрю, здесь у нас сидят наши старые приятели, наемники из Блэк Уотер. Я их уже так давно не видел. О, сейчас мы с ними тут повеселимся. Даже не знаю, там замкнутое помещение. Может быть, лучше будет взять миниган в руки. Потому что я помню, что эти чуваки у нас просто супер-пупер бронированные. Так, ну что, товарищи? Где вы тут? Ну что? Что-то их не видно. Я думал, здесь на лестнице будут сидеть. Ага, вижу одного. Приятеля. Так, так, так. А что это вы по мне не стреляете? Тупите вы, товарищи. Тупите. Так, троих положили, хорошо. Как я понял, два внизу. А три вот там, вот дальше. Но мы разберемся со всеми, а то что это... Ё-моё! Спокойно. Спокойно. Проснулись уже, да? Хорошо, что проснули... Проснулись. Да, этих товарищей. Лучше уничтожать в спящем режиме. Потому что, когда они уже начинают бодрствовать, с ними лучше не встречаться. Так, троих замочил. Хорошо. Там еще один остался, похоже. Один там, на лестнице. Ну, тот, который на лестнице, не шевелится. А тот решил отступить. А-а-а. Забоялся. Ничего, сейчас я тебя догоню. О, какая тут кровища. Ну что, где ты? Жмурик. Ух ты! Тихо, тихо, тихо. Какой... Какой тут нервный сидит. Приятель. Так, хорошо. С этими разобрались. С такими пушками. А это что такое? Я такого еще не видел. Ни хрена себе. Ха-ха. Уже сколько играем в ВП-2, а такой пушки вроде еще не видел. Или видел. Может быть, в последних патчах как-то ее немножко перерисовали. Но в любом случае она выглядела, возможно, по-другому. Так, ну вот это я уже встречал. Да. А вот это вот новинка. И стоит 37 с половиной тысяч. Офигеть. Так, ну-ка, давайте с нее постреляем немножко. В 7.62 патронами стреляет. Так, ну что? Где тут последний приятель? Где-то внизу засел. Тут еще талончик монолитовца лежит. А, ну конечно, да. Будете вы тут мне лежать, мешать пройти. Блин, я вот думал, сейчас телепортировался на кордон. Думал взять с собой гравипушку, не взять. Может пригодится. Ну, не взял, конечно же. Ну, теперь жалею. Ну, вот и что мне с этим делать? Придется, похоже, за гравипушка идти или нет? Не-не-не, нормально. Проходим. Так, сохраняемся. Ну-ка, приятель. Где ты? Похоже. Ага, вот ты. Нет. Это не он. Это просто какие-то шланги. А мне показалось, что это он. Так. Ух ты, тихо. Тихо. Ну, неплохо стреляет. Но, понятное дело, что именно снайперка Феннерера покруче будет. Так, ну, а вот это гаусс-установка. Понятия не имею, с каких ракурсов ее нужно снимать. Я сейчас прохожу. Снимок установки с этого ракурса получен. Прохожу этот квест первый раз, вслепую. И без понятия, куда тут нужно становиться, чтобы снять эту установку. Так, ну ладно, давайте попробуем с другой стороны. Так, а вот это я не знаю, зачем взял. Ух ты, а я еще и такую пушку подобрал. Бушмастер АСР. Ничего себе. А почему мне никогда эти стволы раньше не встречались? Может, их действительно добавили в последних патчах? Так, снимок установки с этого ракурса получен. Блин, что я делаю? Нафига я перезаряжаюсь? Что-то я уже вообще... Так, с этого ракурса тоже. Так, ну, со всех углов сфотографировала. Вот с этого угла что-то не хотела фотографироваться. Может, наверх залезть? Нет, ничего. А с какой тогда стороны тут сфоткать? Блин. Ну, с того угла, с того, с того получилось. А с этого что? Что тебе не нравится? Ну вот, сфотографируйся. Может, со стола как-то? Ничего не понимаю. О, наконец-то. Тут нужно фотографировать не с самого угла, а вот примерно отсюда. Так, ну и теперь нужно отдать эти фотографии долговязому. Хорошо. Телепортируемся тогда обратно в бар. Я еще не телепортировался в бар. Вот стрелок отправил сообщение. Акил, угадай, кого я сегодня встретил? Наших старых друзей из Блэк Уотера. Эти черти никак не угомонятся. Не угомонятся. Хе-хе. Я тоже про них вспомнил. У тебя талант находить неприятности. Тебе никто об этом не говорил. Что им нужно? Интересно. А я уже хотел телепортироваться обратно в бар. Как всегда, прототипы электромагнитного оружия на ближайшее время отмени прогулки по Затону. Учту это. До встречи. Ну что ж, хорошо. Но теперь телепортируемся в бар. Ну или может быть я пешком даже схожу. Я все еще на Затоне. Решил пойти в бар пешком. И вот здесь вот. Пока вот прошелся здесь совсем чуть-чуть. Уже успел повстречать несколько этих наемников еще. Ну ладно, с ними наверное разбираться не буду. Или все-таки надо их положить. Тут же скоро будут волны амутантов. Эти наемники тут ни к чему. Так что сейчас мы с ними быстренько разберемся. Ну ладно, наверное сделаю это уже без записи. Отправляемся к долговязому. Чем тебе помочь? Я сделал фотки установки с разных ракурсов. Давай фото сюда. Хребет скоро с тобой свяжется. Понял. Так, новое достижение папарацци. Казалось бы, в зоне больше заняться нечем. Как только фотографированием все подряд. Фотографировать все подряд. Но вы так не считаете. Сделали все нужные снимки. Так поступают только настоящие папарацци. Прикольно. Ну, ждем сообщения от хребта. Мечены, учти. Если снимки левые, то ты сильно об этом пожалеешь. Присыл сообщение о хребет. Не успел я еще даже из бара выйти. Не ссы, все в ажуре. Где мне найти крюка? Сейчас он и несколько наемников находятся в Восточной Припяти. В КБО Юбилейный. Если отправишься сейчас же, то успеешь застать их там. Но на радушный прием не надейся. Так, понятно. Значит, сейчас отправляемся в Восточную Припять. Ну, вот я и в Восточной Припяти. Подхожу уже к КБО Юбилейный. Так-с. А вот там вот у нас сидят наемнички. Ой-ой-ой. Тут что-то как-то уже очень много еще занос. И еще темные зомби. Ух ты, блин. Нифига себе, сколько тут всех. Совсем мне не хочется с ними сейчас разбираться. Ой-ой-ой. Отсюда стреляют. Ничего себе. Спокойно. Ух ты. Ё-моё. Сколько их тут в школе сидит. Я думал, они все будут в КБО Юбилейный. А они в школе засели. Так, ну ладно. Ладно, ладно. Нет. Стоп, это бандиты. Ничего не понимаю. Какого черта здесь бандиты? О, за артефактом ползет мужик. Оп. Не успел подобрать. Нет, наемники. А нет, бандиты. В школе сидят бандиты. А какого черта? Непонятно. Ну ладно. Раз они сидят здесь, то сейчас мы с ними разберемся по-быстренькому. Их уже осталось не так много. Такс. Такс. Где-то там вот еще, наверху. А почему они здесь сидят? Вроде же никакого квеста с школой не было. Почему они заспавнились тут вдруг? Не понимаю. Кстати, вот раз мы сейчас в школе, где-то здесь должна быть эта девочка-призрак. Или это не в школе? Не помню. Но в Восточной Припяти в каком-то здании. Я помню, была там какая-то девочка-призрак. И мне вроде бы писали в комментариях, что с ней когда-то будет связан какой-то квест. Что это такое было? Ну что-то пока что квеста никакого не было насчет этой девочки. Так, там что-то сверху зазвенело. Телефон. Или что? Где-то наверху. Не понимаю. Что-то тут зазвенело. Но уже не звенит. Так. А вот у нас наемнички. И как только я прицелился, они сразу же поховались. Так, одного сняли. Так, вот последний бандит тут гуляет. А где вот эта девочка? Пионерка. Я помню, что она была вроде бы в школе где-то. Вот как-то бежишь, и она в окне стоит. А сейчас ее что-то не видно. Ну ладно. Мы вообще в школу случайно совсем забрели. Нам нужно в кайбой юбилейной. Так, мужики. Спокойно. Я пришел вас истреблять. Ну что, кто здесь есть? Оп. Еще двоих нету. Вон там наверху кто-то мелькнул. Ай-яй-яй-яй. Блин, не успел. По лестнице поднимается сейчас. Куда-то ушел сюда. Ладно. Ладно. Не хотят вылазить. Сейчас мы тогда к ним придем. На биорадаре три цели. Четыре. Нет, больше. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Хорошо. Тогда поднимаемся потихоньку наверх. А вот крюк. Среди них есть. Замечательно. Так. Ну что, где тут кто еще сидит? Может на первом этаже кто-то еще остался? Я вот туда вот не бегал. Может быть кто-нибудь здесь? Или все уже на этажах повыше засели? Так. Ну будем обследовать все. Нет, похоже на первом этаже никого нету. Ладно. Поднимаемся наверх. Тут тоже никого не видно. Поднимаемся еще наверх. Тоже никого не видно. Не понимаю, куда все подевались. Неужели все сидят на последних этажах? Так, тут мы не пройдем. Тут тоже не пройдем. Пойдем искать лестницу, по которой пройдем. Так. Ага, вот здесь вот я кого-то замочил. А вот тут есть еще один приятель. Так, а вот этот этаж лучше проверить поподробнее, получше. Потому что... А нет. Здесь особо больше и не проверишь. Ладно, поднимаемся наверх. Кто-то на улицу вышел, я смотрю. Кто это такой? Хм, не знаю. Кто-то решил погулять. Так, осталось у нас два наемника. Так. Ага, вот один. И последний это крюк. Ну что ж, хорошо. Поднимаемся дальше наверх. Так, ну что, приятель? Где ты тут? Что-то тебя не видно, не слышно. Похоже, он на крыше. Опа! Ничего себе. Что, сдаваться решил? Пожалуйста! Да, похоже, решил сдаваться. Пожалуйста, не стреляй, я безоружен. Не двигайся, падла. Думал удрать от меня? Нет, нет, прошу, отпусти меня. Зачем я тебе? Что я тебе сделал? Вот ты скотина. Я еще должен напоминать тебе о том, что ты натворил? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего не делал. Ты что-то напутал. Я... Не я тебе нужен. Заткнись, мразь. Ты убил Костоправа. Признайся в этом. Нет, я никого не убивал. Правда, это был не я. Не лги мне. Тебя... Тебя видели в ту ночь, шедшего со стороны бара, когда произошло убийство. На себе был Пен Вагарик, охранника бара, который ты взял из трансформаторной будки. Откуда ты об этом знаешь? Откуда ты знаешь об этом? Признаю. Я был там в ту ночь, но никого не убивал. Мы общались с доком. Зачем мне его убивать? Так Костоправ сам нанес себе шесть ударов в грудь. У тебя десять секунд на ответ. Умоляю, не стреляй. Я знаю настоящего убийцу. Я все расскажу. Если почувствую, что ты врешь, то пристрелю тебе... Тебе конечность, усек? Да, да. Около месяца назад со мной связался старый кореш. Предложил поработать на наемников. Им нужны были сталкеры, хорошо знающие территорию бара. Они задумали взорвать весь бар и свалить это на свободу. И ты согласился на это? Они платили огромные деньги. Даже с продажи артефактов не выручить столько. Мы с другом должны были доставить детальный план, записать передвижение патрулей долго, количество охраны на блокпостах, найти подходящие места для закладки взрывчатки и подготовить необходимое снаряжение для группы наймитов. Чтобы наше присутствие в баре не вызвало сомнений, я согласился выполнить заказ торговца хребта на апгрейд оружия у местного ремонтника. Да и взрывчатку под видом оружия принести легче. Через две недели, когда все было готово, прибыло несколько наемников под видом обычных сталкеров. Так это ты был тем связным? Твои подельники мертвы, детонаторы и взрывчатка найдены, группа прикрытия уничтожена, ваш план провалился. Значит, ты все знаешь? Что же ты от меня хочешь? Кто убил Дока? И на кой черт нужно было это делать? За день до убийства, поздно ночью, наймиты приступили к закладке взрывчатки. Один из рюкзаков располагался под крышей арены, это место хорошо просматривается с ночлежки Костоправа. Он видел то, что ему не следовало видеть, а свидетели нам были не нужны. Кто же знал, что этот хрыч не спит по ночам? Так как после своего спасения Дока общался только со мной, на следующее утро он рассказал мне о своих опасениях. Он хотел рассказать все лидеру Долга, но я уговорил его это не делать, обещая выяснить, что происходит. Я доложил об этом лидеру группы, он приказал грохнуть Дока. Я пытался уговорить его решить вопрос иначе, но меня даже не стали слушать. Мне в голову пришла идея с отключением генератора, такое уже бывало, когда я забирал оружие у Долговязова. Мы спланировали убийство вплоть до секунды, учли каждую мелочь. Мне лишь отводилась роль сообщника, всю грязную работу выполнили наемники. Один из них убрал часового рядом с баром, другой проник внутрь. Я вырубил электричество, забрал ПНВ охранника, чтобы он дольше возился с генератором и ушел оттуда. Поверь мне, не убивал я Костоправа, а один из этих подонков. За столь короткое время я просто не успел бы провернуть это дело. Тут дело уже не в Докторе. Вы, гниды, пытались погубить десятки жизней. Зачем вы напали на Блокпост Долга? Неужели не ясно? На это было две причины. Нужно было спрятать рюкзак у Северного Блокпоста и положить начало большому конфликту между Свободой и Долгом. Проникостюмы первых без нашивок привлекли внимание Долговцев, как и я планировал. Они не ожидали нападения, поэтому все прошло гладко. На заводе Росток наемники должны были встретиться с группой прикрытия под командованием некого Леона и отдать ему детонаторы. Я же остался в баре на несколько часов, чтобы не привлечь внимание своим отсутствием. После того, как Воронин отправил след за лжесталкерами отряд, я под шумок удалился оттуда. Если группа уничтожена, то ты уже расквитался с убийцей Дока. Я все тебе сказал. Прошу, пощади меня. У меня есть деньги, я дам их тебе. Только не убивай. Не рыпайся, ублюдок. Для чего наемникам понадобилось натравливать долг на свободу? Натравливать. Они мешали осуществлению их плана. Больше мне ничего не известно. Честно, нас с корешем не посвящали в такие дела. Я говорю правду. Ты врешь. Какую ногу тебе не жалко? Левую или правую? Стой! Стой! Я кое-что вспомнил. Кажется, наемники упоминали какое-то устройство. Что-то связанное с мутантами. Насколько я понял, этим прибором можно управ... Что? Ё-моё! Ё-моё! Похоже, стреляет снайпер! Ё-моё! Мне уже, похоже, зарядил по мне по пятой точке. Так, спокойно. Спокойно. Здесь мы, по идее, в безопасности. Убираемся с крыши. Блин, не договорил крюк про какое-то устройство. Ладно. Бармен, убийца Костоправа поплатился за содеянное. Детали расскажу позже, если выберусь отсюда. А что за снайпер? Откуда? Так, ну что, больше сообщений не будет? Значит, вопрос решен. Постараюсь остаться в живых. Я хочу узнать подробности. Так, хорошо. Сохранимся. Самое время перекусить. Хе-хе. Так, ну что? Ничего не слышно, не видно. Вернуться к бармену. Хорошо. А вот там вот кто-то появился на биорадаре. Так, наверное, нужно спускаться вниз. Ой, там появился кто-то. А может подняться на крышу? Может, уже снайпера нету? Хотя... Думаю, что он есть. Так, ну, если будут еще стрелять... Сразу быстренько уйдем. Так, двоих наемников положили. Еще двоих положили. Ну что? Еще двоих положили. Так. А у этого... Крюка что-нибудь было интересное при себе? Сейчас мы его обыщем. Так, сначала... Нужно вот с этими вот наемничками разобраться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Сначала с этим. С этим товарищем. И вот с этим. Так, сейчас посмотрим. Может быть, что-то в трупе у крюка было? Нет, только бы да. Ну ладно. Так, ну что? Вроде больше наемников поблизости не видно. Ну тогда сейчас нужно возвращаться обратно к бармену. Так, думаю, мы можем спрыгнуть отсюда и остаться в живых. Ничего страшного не произойдет. Да, все нормально. Так, ну ладно. Возвращаемся обратно к бармену. Кое-как смог выбраться из ловушки наемников. Хочешь знать имя убийцы? Разумеется, не томи. Какой урод это сделал? Это крюк сталкера, однажды спавший дока от химеры. Ангел-хранитель оказался ангелом смерти? Вот тена. А перед тем, как грохнуть, ты его не допросил? Почему он это совершил? Часового возле бара тоже он убил. Мы нашли его тело за забором, когда услышали собак, шавшихся возле его трупа. Нет, я не успел. В наш разговор мешались наимиты, пришлось кончать с ними по-быстрому. В общем, честь твоего заведения не посрамлена. Виновные наказаны. Получается, ты передо мной в долгу. О моем участии в отражении волны мутантов ты в курсе. Мне понадобятся твои запасы боеприпасов и продовольствия в различном количестве. Глупая затея. Зря я рассказал про этого психа. Но ты выполнил мою просьбу, и я предоставлю все необходимое. Небесный торговец скоро прилетит за припасами. Подготовься. Так, замечательно. Поговорить с барменом завершено. Хорошо. Ну и думаю, на этом эту серию я тоже уже буду завершать. Следующее нам нужно будет поговорить с каким-то Коршуном, Сяком. А также еще пообщаться с Арни. Опа, еще сообщение какое-то. Стрелок. Генерал, те наемники, что напали на ваших бойцов, причастны к убийству Костоправа. Об этом никто не знает. По легенде, Дока убил Крюк. Пусть так и останется. Он принимал непосредственное участие. Сволочи. Хорошо, хорошо. Сделаем его козлом отпущение. Спасибо, что не проговорился о взрывчатке. Хм. Так, ну вот, нет, еще не все. О чем речь, я все понимаю. Ну вот, а теперь, думаю, эту серию можно уже закончить. Так что, всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok